всем привет с вами дваска и сегодня не будет видео про танки сегодня хочу поделиться полезной информацией про то как записывать видео из различных игр я расскажу как это делаю я за последнее время я нашел один оптимальный способ который дает максимальное качество и максимальную простоту будем мы записывать с помощью программы предоставленной компании nvidia который идет с любой видеокартой так если у вас видеокарта nvidia то смотрите дальше это видео если у вас видеокарта md то к сожалению нет у меня видеокарты md поэтому видео сейчас я не буду делать и рассказывать про способ помочь видеокарты md вам придется на самим это пока сделать для force of цев поехали я вообще все расскажу итак заходим на сайт nvidia качаем программу заходим в драйвер называется программа geforce experience скачиваем ее сайта nvidia устанавливаем вот она сейчас у меня в трее здесь вот расположена открыть nvidia geforce experience в этой программе есть такая как утилита наверное можно ее назвать или тоже программой nvidia share она дает вам возможность записи видео и его распространение также эта программа дает возможность проводить стримы и сразу выкладывать их на youtube при регистрации когда вы будете устанавливать geforce experience программа вас запросит логин и пароль то есть вам надо бы зарегистрироваться вот собственно я зарегистрирован и давайте посмотрим в настройках какие требования к этой программе потому что они все geforce и могут работать с данной штукой и так вот nvidia share смотрим что она требует графический процессор gtx 600 или выше серии то есть если у вас ниже к сожалению скорее всего не будет работать потому что но у меня 700 серия поэтому меня все работает 4 гигабайт оперативки windows 7 8 10 драйверы не ниже 347.52 но драйвер это не проблема вот основной вопрос это видеокарту она должна быть не ниже 6 серии все принципе с этим все теперь давайте покажу саму программу вот она таким треугольничком обозначается как ее вызывать она вызывается с помощью комбинации клавиш alt z конечно вы можете сами ее назначить как будет вызываться данная программа но данном случае у меня это альцет и это стандартное сочетание клавиш и вот собственно меню данной программы очень простой как видите просто минимум кнопочек разобраться в ней легко я вам расскажу чтобы меньше у вас это заняло времени потому что есть некоторые нюансы о которых стоит рассказать и так видим первую иконку мгновенный повтор наверное повтор подразумеваем под собой сейчас зайду настройки покажу подразумевает под собой запись отрезка времени который вы укажете то есть вы играете в игру например оставим длительность повтора 20 минут то есть 20 последних минут которые вы отыграли вы нажимаете комбинации клавиш там alt еще какая-то кнопка и эти 20 минут у вас сохраняются на жесткий диск очень я думаю удобно если вдруг вы что-то было за эти 20 минут у вас такого интересного то она сохранится на диск очень удобная функция что здесь вы можете сделать ну во первых поставить отрезок сколько вы сохраняете поставить разрешение с которым сохраняется максимум 1440 строк поставить частоту кадров это 30 либо 60 fps и скорость передачи чем больше тем лучше и тем больше будет у вас файл на жестком диске занимать 50 мегабит максимум рекомендую стать максимальное разрешение с этим понятно какую комбинацию клавиш поставить дальше я вам покажу в настройках вы увидите дальше просто меню записи это меню позволяет записывать вам либо готовые ролики либо вот сейчас вот рабочий стол я хочу записать я нажимаю сочетание клавиш там alt f9 примеру и записываю рабочий стол то есть все что сейчас происходит давайте посмотрим какие настройки данной штуки здесь мы тоже самое можем выставить качество и количество fps количество кадров в секунду ну и скорость передачи рекомендую тоже здесь на максим чем отличается запись от новинного повтора запись вы контролируете отрезок который вы будете записывать то есть вы нажимаете сочетание клавиш в начале отрезка когда вы хотите начать записывать и в конце когда вы хотите закончить запись этим она отличается новинном повторе вызов вы нажимаете только в том моменте когда вы хотите остановить запись последнего от отмеченного нужно вам куска которые автоматически записывался дальше идет режим трансляции режим трансляции это трансляция на youtube либо twitch тоже здесь устанавливайте качество частоту кадров скорость передачи активируйте аккаунт youtube вводите свой логин и пароль и собственно сразу транслируете на эти сети галерея здесь сохраняются последние файлы которые вы здесь когда-либо делали микрофон чеку так вот обозначен тут можно настроить параметры микрофона выбрать аудиоинтерфейс который у вас есть настроить громкость ну громкость вы не настроить индивидуально зависимости от вашего микрофона также можно настроить push to talk то есть настроить кнопку по нажатию который будет производится запись микрофона нажать и держать нужно будет эту кнопку либо микрофон будет всегда включен то есть вы нажимаете запись у вас производится видеозапись и одновременно пишет сразу же аудио с микрофона либо микрофон все время выключен также вы можете вот эта функция перечеркнула камера включить вашу вебку это удобно когда идет режим трансляции сразу на youtube то есть но сейчас мне вебка не подключена поэтому ничего мне здесь не получится так вы можете сразу транслировать и с веб-камеры из вашего игры поток в youtube или twitch куда угодно так перейдем сами настройки программы первое менюшка называется подключиться здесь как раз вы вводите свои например данные на youtube нажимаем на youtube то есть видите запись да не в системе и сейчас нажимаем вход и сейчас видите да вот запросила у вас программа ваш логин и далее нажмете запросит порой то есть чтобы сразу трансляция велась на ваш канал я не пробовал я не планирую пока делать прямой трансляции буду это делать дедовским способом а с помощью ютюба изначально они с помощью этой программы хотя думаю с помощью этой программы тоже надо обязательно попробовать чтобы сравнить что лучше что хуже меню наложения здесь вы выбираете индикаторы состояния примеру то есть например часть угол экрана где будет вводиться состояние текущие вашей программы то есть здесь вот зелененький такой кружочек видите это значит что ведется запись правее будет отображаться микрофон то есть если ведется еще запись голосом то микрофон будет отображаться выбираете угол где это кнопка расположена и на этом все счетчик кадров частоты то есть нажимаете выбираете угол и смотрите сколько у вас в игре сейчас fps данная штука я не пользуюсь и зрители это если вы ведете онлайн-трансляцию на какой-то из ютюбов твиче и то здесь по идее должно показываться какое-то количество у зрителей дальше меню смена сочетания клавиш то есть вот допустим аль z это активация программы то есть вывод ее режим просмотра пушту току ведь я вы его клавишу c то есть я нажимаю клавишу c и начинаю говорить клавиши alt в 9 это за я запускаю видео то есть все можете просмотреть здесь все понятно расписано alt в 10 это сохранение последней 5-минутной записи то есть то о чем я говорил это то что пред пред запись так называемый и режим трансляция вот тоже выведены все клавиши вы можете настроить записи здесь вы указываете куда сохраняется ваши записи видео указываете куда сохраняется ваше видео и также можете указать временные файлы в какую-то другую папку режим трансляции здесь вы указываете путь к файлу куда он сохраняется а также саму платформа куда вы быть сохраняется вич youtube или что-либо другое это понял другого ничего большие нет галерея здесь вы указываете например если вы хотите фотки которые сохранять с рабочего стола либо с игры сразу выкладывать google фото либо им гур и уведомление но здесь все включено это уведомление самой программы мне это как бы все не мешало все довольно удобно и понятно здесь вот в правом верхнем углу такие выскакивают уведомления на при этом запись запущена или запись сохранена и настройки кофиненциальности эта штука нужна для записи рабочего стола нажимаете да и при нажатии клавиш там аль ты где и чтобы запустить запись происходит запись рабочего стола то есть вы можете не только из игры делать свои видео и выкладывать а вот сейчас вот как я запись с рабочего стола произвожу и буду потом собственно монтировать и дальше выкладывать на youtube и вот наверное собственно и все больше я так не помню что еще такого вам рассказать а надо показать сейчас вам покажу куда это все падает вы видели у меня папочка ф фрапс вот она это я по аналогии старые ну вот например world of tanks мои сохранялки то что я писал из танков ты запустил реплей нажал alt в 9 записал видео на 5 нажал alt в 9 сохранил видео и вот они собственно здесь сохраняются размер небольшой сразу идет файл формата mp4 то есть можно выкладывать сразу на youtube без редактирования если вы конечно все там вас устраивает в том что вы там говорили и видеоуряд ничего вам подрезать там не надо о том как подрезать я вам расскажу немножко в другом видео и в какой программе а также например если вы писали с рабочего стола то experience geforce создает отдельную папочку это на десктоп и собственно вот здесь вот с рабочего стола идет отдельное видео то есть почему то вот geforce xperia experience создает разные папки если разные у вас игры то есть и здесь было бы у меня например вот stalker у меня тут если я писал сделал видео со stalker то на разделе здесь бы еще появилась папочка stalker вот собственно и все ну наверное это все что я хотел вам сегодня рассказать по данной программе она очень удобная мне очень понравилась fps с ней просто замечательная когда ведешь запись поэтому пользуйтесь я очень рекомендую всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем пока